Снег Снег, которому не страшны ни дождь, ни даже солнце. Такой существует. Это искусственный снег на биатлоном центре в городе Ханты-Мансиске. Сделан он, кстати, из обычной водопроводной воды. На ощупь, как настоящий. Хоть в снежки играй. Этим спортсменам совсем не до игры в снежки. Члены олимпийских сборных по биатлону из России, Беларуси и Казахстана, региональной команды лыжников и биатлонистов, спортсмены-паралимпийцы приехали на первые тренировки в Ханты-Мансиск. Спортсменов на трассе так много, что ее приходится делить между собой. Для спортсменов и тренеров этот год особенный. Сезон особенно олимпийский. И все нацелены на подготовку к олимпийским играм. А для этого они мотивированы на то, чтобы раскрыть, показать свои лучшие результаты на олимпийских играх. И очень немаловажно будет то, как они проведут первую вкатку. Чтобы первая вкатка прошла удачно, для спортсменов созданы все необходимые условия. Снега, который заготовили еще в прошлом сезоне, хватит на 4 километра замкнутого круга с заходом на стрельбище. Визуально искусственный снег сложно отличить от настоящего. Но опытный биатлонист, только встав на лыжи, почувствует разницу. Отключается то, что координацию сложнее увидеть, потому что он очень скользкий. Сами видите, он как грану льда. На них лыжи хорошо катятся. Но буквально через минут 10-20 ты привыкаешь. И уже это скольжение, оно только приносит удовольствие и радость. Всю зиму такой снег намораживают в специальной яме с помощью снегогенераторов. С наступлением весны укрывают опилками и консервируют до осени. Сотрудники шутят. На их снег еще никто не жаловался. Здесь мы проводим уже подготовку не в первый год. Третий год сборная команда Казахстана тренируется в Ханты-Мансийске. Нас здесь все устраивает, теплый прием. Нужно ехать туда, где тебя ждут. В Ханты-Мансийске сборную Казахстана ждут. Поэтому мы здесь. 20 октября испробовать трассу приедет группа биатлонистов национальной сборной. Во многом выступление на Олимпийских играх, говорят спортсмены, зависит как раз от первых тренировок, которые продлятся до первых чисел ноября.